Привет, я Руслан Усачев, и сегодня я вам покажу свою казахстанскую квартиру за миллион тенге. Миллион тенге она стоила. Я не настолько охеревший, чтобы бронировать себе квартиру за миллион рублей. По курсу 1 к 6 это получается примерно 170 тысяч рублей. То есть, да, немного все-таки охеревший. И так получилось, что это не только самая дорогая квартира, которую я снимал. Это худшая квартира, которую я снимал в своей жизни. И, к сожалению, это не видео, где вы будете завидовать моей шикарной жизни. Это видео, где вы будете смеяться над моим невезением. И говорить, что на самом деле в Казахстане жилье нужно искать. Только через знакомых. И, видимо, это была правда. Качели в квартире, кстати, шикарная тема. Еще шикарная тема, крепкие стены, которые не будут разваливаться из-за удара в качели. Хотя не знаю, вот как туда кто-то мог ударить когда-нибудь. Я не понимаю, как это возможно. Они догадались потом прикрепить доски по обеим сторонам, но урон был нанесен. Как вам вообще дизайн? Вот эти вот бочки на стене, вот это вот короб для вытяжки такой в немецком стиле. И именно что короб, ведь здесь... Здесь нет вытяжки. Здесь нету ее. Ну что, по фотографиям подумали, что будет вытяжка на кухне? Сюрприз, ее нету. Просто вот такая вот штука. Тут есть вентиляция, тут есть розетка для вытяжки, короб, но на одном ключевом элементе. Решили сэкономить. Не, ну а правда, зачем вам вытяжка? У вас есть миллион тенге, точнее он был. Если что, квартира находится не в каком-то древнем доме, нет. Это окраина с новостройками. Здесь новые жилые комплексы, это комфорт плюс, бизнес. И 90% всех нормальных Airbnb HUD находится в этом районе. Ну то есть кто-то пачкой выкупил квартиры в этих новых домах под краткосрочную сдачу. Я, когда выбирал себе жилье, я на что ориентировался? Что мне нужно здесь жить и мне нужен приятный фон, чтобы снимать. Приятный фон, чтобы снимать. Это вот здесь было, вы в выпусках Usage Today могли это заметить. Это само по себе сузило выбор того, что мне подходило и подняло стоимость среднюю. Дальше уже остается выбор, либо вот такой вот дизайн стандартный европейский, либо казахская барокко. Как понимаете по моему поведению и поймете из дальнейшего ролика, я не угадал с выбором. Очень сильно. Стоило брать казахская барокко, там хотя бы кто-то, наверное, жил из живых людей. И смешно бы выглядело. А тут? Я причем даже не мог отменить бронь, потому что если на Airbnb бронируешь на месяц, то отмена это списание всех денег за месяц. Все, что мне осталось, это записать видео о том, что ну и вот так вот бывает тоже. Не повторяйте моих ошибок, дети. Для затравочки, чтобы вы понимали, что это я недоволен такой. Под кроватный тайничок. Здесь просто нет части дна у кровати. Я думаю, это для дополнительной мягкости сделано, потому что здесь можно провалиться. Ноль трупов проституток, зато есть носок, обертка от сникерса. И чек форта банка на 12,5 тысяч месячной давности. В Казахстане очень дешево. Еда, транспорт, развлечение. И каждый раз, когда я радовался тому, как я дешево проехал на такси или поужинал, я понимал, как сильно меня поимели с этой квартирой. За такие деньги в Москве можно снять очень хорошую квартиру. Или несколько месяцев, чуть ли не полгода жить в квартире, которую я арендую в Питере. Это для Казахстана огромнейшие деньги. Чтобы вы понимали, просто арендовать вот на местном аналоге ЦИА на квартиру в этом жилом комплексе стоит типа 300-400 тысяч тенге в несколько раз дешевле. Да, можете не писать в комментариях, я знаю, я облажался, стоило все заранее проверить. Но вот, сори, кто ж знал-то? Возможно, бизнес-план следующий. Поставить настолько безумно высокую стоимость аренды, что только сумасшедший человек согласится заплатить эти деньги, и потом ему уже вообще все равно будет. Дыра там в кровати, постельное белье по размеру не подходит к этой кровати, хотя вы как бы покупали и то, и другое. И то, что при заявленной уборке раз в три дня годовалый слой пыли на вентиляции. Кстати, да, заявлена уборка раз в три дня, и если посчитать количество уборок, которые успели сделать, то получается, что в казахстанском месяце примерно 15 дней. В рамках висят телефонные номера, они не случайные. Стоимость аренды входит как бы уборка, там какие-то гигиенические наборы, тут еще чай, кофе прилагается. То есть это что-то среднее между квартирой обычной и отельным номером. Оправдывает ли это трехкратное влечение стоимости? Ну, с уборкой весело. Супервайзер пишет в чате, готовься, сегодня она произойдет. И никто не приходит. Но в другой день без предупреждения приходит уборщица, хотя ты вроде как договорился, что сегодня точно не надо. Просто она не прочла сообщение от супервайзера и оставляет у тебя свои вещи, потому что, ну, ей тяжело их таскать на этаж постоянно. Что, по-моему, очень мило. Загадка. Насколько человек рассчитана эта квартира? Одна двухспальная кровать. Я храню на ней технику. Вторая двухспальная кровать. Дырку в ней заделали, если что потом. Диван еще есть. Как будто бы минимум четыре человека должны здесь комфортно разместиться. Но удача им выжить вот с таким ведром, одной сковородой и одним набором ключей. И вот с ними шикарная история. Я в первый же день, в момент заселения, сказал, сделайте, пожалуйста, дубликат ключа. Прошла неделя. Их занесли. И вроде как проблема решена. Но наступает день уборки. И уборщица не может попасть в квартиру, потому что администрация не сделала дубликат ключа мне, как я просил неделю до этого. Они отдали мне свой дубликат. То есть, как бы, у меня либо два ключа, либо один ключ и уборка, за которую я заплатил. Чего у меня точно нет. Миллиона тенге больше нет. Причем, когда я это узнал, у меня одновременно в двух чатах в WhatsApp была переписка с двумя разными супервайзерами. Один писал, что нашли еще один ключ и передали его. А другой писал, что нет, ничего не передавали. Я просто остановился на улице, потому что я понял, что у меня нет аргументов в такой ситуации. Я хотел сказать, что это как будто у тебя в квартире либо свет, либо вода. Но штука в том, что однажды здесь отключился свет и вместе с ним вода. Причем холодная. Я не знаю, как это возможно. Видимо, в Казахстане воду охлаждают специально, чтобы в кран подавать. Хотя и горячую тоже потом отключали. В этом вопросе полное равноправие. И зацените лучшую ванную в мире, где единственный источник света находится за вашей головой. Поэтому вы сами всегда в тени и ничего не видно. Кроме отражения вот всей грязи зеркала. Оно отражается на раковину. А прикиньте, кто-то за свои деньги прям купил по-серьезному, по-взрослому квартиру в этом премиальном ЖК, где регулярно электричество отключают. И все. Никакого лифта. У меня квартира на девятом этаже. Отличное кардио было. Хочешь повесить полотенце в ванной на крючок? Пошел нахер. Хочешь на входе в квартиру куда-то вешать вещи? Пошел нахер. Вот, есть отличная гладильная доска. Можно на нее все складировать. Есть немного и загадочности в этой квартире. Когда я въезжал в нее, здесь на балконе висели какие-то сушились ковры. И окна не открыли, поэтому вонь стояла сильная. Сказали, что уборщица придет, разберется. Она пришла и перевесила сюда, вот на эту сушилку ковры. А в следующий раз пришла и унесла ковры с собой. Я теперь не понимаю, это мои ковры были, которые они забрали? Или они все это время сушили здесь какие-то чужие ковры? А если вам вдруг кажется, что этот балкон на солнце превращается в теплицу, в которой невозможно находиться в днем, то вы абсолютно правы. Но это не означает, что нужно какие-то повесить здесь шторы. Нет, это главное, что можно хорошие промо-фотки на сайте сделать. Кстати, проблема не только в том, что каких-то заявленных вещей нет в квартире. Бывают и обратные ситуации. То, чего как бы не должно было быть здесь, есть. Например, в моей квартире есть мини-бар. Я попросил, чтобы его унесли, но не отказали. Тут стоит мини-бар, который мне нахер не нужен. Я до сих пор не понимаю, для чего вообще эта квартира такой сделана. То есть, для тусовок нет. Здесь по два стакана стоит и нет штопора в наборе. Чтобы переспать с проституткой, а потом ей сказать на утро, иди и спи в другую комнату, где нет прикроватных тумб. Но вот там есть столик. Здесь ничего нет, не поместилось просто. А у этой кровати отличная, полноценная. Смотрите, какая она. Если вдруг люди, которые владеют этими квартирами, организуют их сдачу, скажем так, немного бандитских представлений о сервисе, вас разозлило мое видео, я бы хотел извиниться. Оно, конечно же, шуточное. Мне в квартире очень понравилось. Всем рекомендую. Убивать меня не надо, пожалуйста. Справедливости ради многие вещи исправили. Допустим, заколотили дыру в кровати на третий день и поменяли там матрас. Я не совсем понял, зачем, потому что я сказал, что в этой кровати матрас плохой, из нее пружина торчит. А на той кровати, на матрасник в крови, они оставили на той на матрасник и поменяли там матрас. То есть там осталась кровь, здесь остался матрас с пружинами. Через неделю убрали пыль с вентиляцией, нашли второй ключ, потом, наверное, рассказала про него, нашли потом третий ключ, он не подошел, потом все-таки четвертый нашли, сейчас все нормально, жизнь налаживается. Может быть, даже однажды вытяжка появится. Стойку для вещей на входе так и не организовали, я второй день попросил, но не одобрили на складе, не выдали, мы так ответили, поэтому складирую все на гладильной доске, как и подобает в квартире за миллион. Самое грустное, что я собрал про стоимость квартиры ради круглого числа в заголовке. На самом деле, аренда на месяц стоила миллион триста тысяч тенге. Спасибо большое за просмотр. С вами был Руслан Исачев, ваш миллионер из трущобы. Продолжение следует...